В ботаническом саду классического университета распустились серьги принцессы. Это гибискус шизопетелус, рассеченный лепестной цветок родом из Бразилии. Один из самых красивых представителей рода гибискусов, цветов семейства мальвовых, заслуживает внимания домашних цветоводов. Гибискусы довольно неприхотливые растения. Это растения родины из Юго-Восточной Азии. Снаружи лепестки у них покрыты как будто бы глянцевым налетом. Это восковой налет, который препятствует излишнему испарению. Поэтому гибискусы довольно засухоустойчивы и неприхотливы к влажности воздуха. Гибискусы, как правило, требуют довольно сильных подкормок для того, чтобы они постоянно цвели. Подкормки производят примерно раз в 2-3 недели летнее время и зимой примерно раз в месяц. Ботаникам известно около 300 видов гибискусов, произрастающих в основном в тропических регионах. Некоторые виды тропических гибискусов издавна популярны у комнатных цветоводов-любителей и в нашей стране. Гибискус китайский, который называют китайской розой. Это самое типичное, самое широко представленное растение, обычно с красными цветками. Также очень часто используют в комнатных условиях гибискус сирийский. Растение, которое на зиму может сбрасывать листья. Окраска цветков может быть либо фиолетовой с темным центром, либо белая с темным центром. Это самые распространенные окраски. Также в чай можно использовать чай каркаде. Это тоже бутоны гибискуса, но гибискуса сабдарифа. Зимой гибискусам требуется меньше подкормки и полива, нужна прохлада. Поэтому цветок переносят на подоконник, чтобы летом они цвели обильнее. За растениями рода гибискусов несложно ухаживать, однако у них есть свой характер. Цветут всего сутки, но часто. И любят побороться за жизнь. При хорошем уходе гибискус цветет практически постоянно. Один цветок сменяется на другой. И гибискусы есть такая особенность, не любят очень просторной емкости для содержания. То есть они должны быть всегда в таких несколько стесненных условиях. Гибискусы очень хорошо формируются. Их можно стричь в различные формы. Причем в этом случае очень декоративен гибискус пестролистная форма. Из них можно формировать различные фигурки. Если у вас дома еще не растет гибискус, стоит его завести. На Востоке цветок считают талисманом, что помогает в делах хранить домашнее тепло, дает хозяевам энергию и не дает опускать руки.